Завершение благоустройства территории, строительство новых социальных объектов и открытие уже отреставрированных зданий. Все это в ближайшее время ожидает Бежицк. Проделанную работу 17 июня оценил губернатор Тверской области во время рабочего визита в город. Об итогах поездки рассказывает Наталья Чекет. Посещение Бежицка главой региона началось с возложения цветов к обелиску Победы. Вместе с губернатором память солдат и офицеров почтили представители органов власти, духовенства, жители города и юные армейцы. В этот день Игорь Руденя проинспектировал выполнение работ по благоустройству местного городского сада. Здесь установят несколько арт-объектов, отремонтируют уличную сцену, оборудуют детскую и спортивную площадки. Все работы должны завершиться осенью этого года. А вот местом, где только должны начаться работы, станет площадка для строительства нового здания Бежицкой центральной больницы. Как рассказал главврач больницы Владимир Михайлов, нынешний комплекс зданий медучреждения достаточно старый. Так, основной корпус был построен еще в 1837 году. Это не просто злободневные вопросы. Для нас это жизненно необходимые изменения условий и содержания больных, и улучшение качества обслуживания, увеличение тех объемов оказания медицинской помощи, которые мы можем оказать не только Бежицкому району, но и близлежащим районам. Реновация Бежицкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. На первом этапе планируется строительство пятиэтажного здания со стационаром на 130 мест. Также создадут кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты. Во втором этапе мы планируем, значит, уже задействовать следующее здание. Это поликлиника детская здания, совмещенная в станцию скором медицинской помощи. Кроме того, в Бежицке по нацпроекту «Демография» построят первый в Тверской области дом-интернат нового типа для пожилых людей. Место будущей стройки осмотрел Игорь Руденя. Дома-интернаты нового типа – это пансионы малой вместимости, спроектированные с учетом нужд пожилых людей. В Бежицке он будет построен в черте города на земельном участке площадью более 2,5 гектаров. Сегодня в поддержку жителей Верхневолжи и старшего поколения активно вовлечены волонтеры. Создание современных учреждений, в которых наши старшие будут чувствовать себя в семейной атмосфере. Мне кажется, современный дом для наших старших жителей – это шаг вперед в создании тех условий, когда Тверская область будет тем местом, где становиться старшим, это будет приятно. Во время рабочего визита губернатор ознакомился с работой Бежицкого завода автоспецоборудования. На предприятии проектируют и изготавливают компрессионное и моечное оборудование для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, автотранспортных предприятий. Завод был включен в список системообразующих предприятий и не прекращал работу во время действия ограничительных мер в прошлом году, что позволило заводу улучшить свои показатели. В сравнении даже с 2019 годом, 2020 год был гораздо лучше. Помогло то, что мы работали, также помогло перекрытие границ с Китаем, то есть вот эти все проблемы связаны с коронавирусом, связаны с логистикой из Китая и из других стран, где работают наши конкуренты. В прошлом году на предприятии в серийное производство запустили новую продукцию – магистральные фильтры для сжатого воздуха в оцинкованном корпусе. Игорь Руденя отметил высокий уровень технологического процесса на заводе. Были на промышленном предприятии, которое сегодня проходит период модернизации, которое является одним из ключевых участников рынка производства компрессорного оборудования. Региональный фонд поддержки промышленности поучаствует в этой работе. В этом году в отреставрированном здании Бежицкого краеведческого музея откроется экспозиция. Благодаря проведенным ремонтным работам приведены в порядок фасады, интерьеры, внутренние помещения, установлены дверные и оконные блоки. Напомним, что здание музея построено в начале 19 века, и раньше в нем размещалось училище. Сейчас это современный музей в историческом здании. Надо сказать, что это здание мемориальное, здание Бежицкого городского училища, в котором учился Вячеслав Яковлевич Шишков. Это здание является памятником архитектуры федерального значения. В музее будут созданы экспозиции, посвященные творчеству уроженцев Бежицкого края Вячеслава Яковлевича Шишкова и основателя Первого Великорусского оркестра народных инструментов Василия Васильевича Андреева.